Всем огромный привет! В этом видео мы сделаем обзорчик на такую вот ряженку домик в деревне. Вообще вот ряженка самый мой любимый кисломорозочный продукт. Кефир я как-то поменьше люблю. И вот такую ряженку я уже ею наверное несколько лет. Не помню сколько, может 3, может 4. В основном я покупаю домик в деревне, либо там еще в вкусноте его бывает иногда, но она дороже. А домик в деревне подешевле. Ну что ж, значит такая литровая пачечка у нас. Давайте посмотрим. Написано, что 3,2%. Другой я не видел никогда. Здесь у нас дата, изготовление, срок годности и какая-то серия. Состав молоко топленое и закваска. Вот. Ну что ж, откроем. Крышечка-то грязненькая. Здесь у нас под крышкой находится защитная, как сказать, мембрама. Мы ее открываем. Так, что-то у меня тут нет. Так, повыше поставлю. Мы ее открываем. И там ряд... Ой, знаете, что я забыл? Я забыл ее встряхнуть. Я еще что хотел сказать. Она бывает иногда хорошего качества, иногда похуже. Я не знаю, от чего это зависит. Когда хорошего качества, то она более густая. и когда наливаешь, она так должна ульк-ульк делать. Во. Вот если она так делает ульк-ульк, значит, хорошая. А если она так ухвитится, а свистом проваливается, то все, значит, это фуфляндия. Она жидкая и более кислый вкус в нее. От чего, не знаю. Может быть, там, тетка-технолог на заводе, так сказать, не тех бактерий или не с той банки кладет. Или, может быть, она чан с этой ряженкой мешает не деревянной лопатой, а металлической, совковой. Не знаю, что и почему от этого зависит. Для меня загадка. Но, тем не менее, бывает разного качества, нестабильно. Ну, вот это я уже могу сразу сказать по булькам, что это нормально. Видите, такая вот желтоватая такая вот кефирообразная, даже йогуртовообразная такая масса. Ну, пробуем. Отлично. Просто замечательно. В этот раз. Вечерком, если не выпьешь, даже плохо засыпается как-то. Вот. Такая вот ряженочка в доме в деревне. Очень, очень, очень люблю ее. Вот. Ну, все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мои обзоры на мой канал. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok